привезла от мамы целую гору кабачков сегодня буду играться в хозяйку хочу сделать кабачки жареные фаршированные кабачковую запеканочку и хочу закрыть кабачковую икру на зиму вот сегодня мне развлечение на целый день я уже все подготовила для того чтобы делать кабачковую икру пол килограмма морковки натерла на крупной терке пол килограмма лука порезала мелким кубиком кабачки полтора килограмма в очищенном виде их я очистила кабачки обязательно очищать даже молодые для того чтобы икра была красивая желтенькая не зеленая чесночок пять зубчиков почистила буду измельчать уксус самом конце добавляется и уже отмерила все что мне будет необходимо растительное масло рафинированное для жарки 125 миллилитров сахар 50 грамм соль 25 грамм томатная паста 150 грамм и пол чайной ложечки черного перца приступаем лучок выложила в сковородку добавляю растительное масло и буду обжаривать отдельно лук отдельно морковку пока лучок обжаривается нужно порезать кабачки мелким кубиком на половинку на пластиночки на полосочки люблю резать ножом с зубчиками очень хорошо легко получается и кубиком лучок помешаем нужно подготовить большую кастрюлю куда будем выкладывать нарезанные кабачки и поджаренные лук и морковку и ее достану вот я уже достала большую кастрюлю в нее буду помещать нарезанные кабачки кучу помешиваем вот он уже поджаривается в конце когда он будет уже почти готов добавим чесночок надо сейчас заняться чесноком чесночок мы меленько порежем чесночок к луку поджариваем лучок жарится всего примерно где-то 10 минут вот он у меня уже нормально красивый поджаренный буду высыпать его в кастрюлю общую подготовила салфеточку чтобы вытереть сковородку краешек высыпаем в кастрюлю протрем бочок сковородки ставим на место на плиту высыпаем морковку подсолнечное масло все морковочка жарится значит подсолнечного масла можно налить немножечко больше от этого будет только вкуснее вот я смотрю что я достаточно много влила в лучок для морковки надо бы добавить поэтому я немножечко масла добавлю морковка любит масло будет только вкуснее морковка жарится а я продолжаю резать кабачки кабачков всего полтора килограмма по этому рецепту есть рецепты там где берут много кабачков 5 килограмм соответственно всего остального больше но для этого же надо и мельтару где все это готовить у меня кастрюля не такая большая оранжевая цвет икры будет красивой вот пока все поджарится я как раз подготовила кабачки сейчас костюлю буду ставить на огонь еще раз помешаем лук и морковка по отдельности жарим примерно минут по десять все морковочка готова высыпаем ее в кастрюлю по ухаживаем без сковородкой сразу и всю кастрюлю ставим на плиту добавляем сюда сахар соль и перемешиваем перемешиваем хорошенько кабачки сейчас пустят штук ставим потом на маленький огонь и будем тушить пока у меня большой огонь я жду пока все закипит потихонечку кабачки сок уже пустили перемешаем накроем крышечкой огонь сделаем маленький у меня максимально девятка я делаю тройку и выставляю время 30 минут будут тушиться кабачки периодически я буду помешивать все 30 минут я выставила тушил вот прошло уже десять минут жидкости уже образовалась много достаточно кабачки тушится помешаю чтобы нигде ничего не пристало накрываем крышечкой тушим дальше время у меня выставлено на плите полчаса прошли кабачки очень хорошо протушили снегусинки добавляем пол чайной ложки черного молотого перца и томатную пасту 150 грамм теперь мы перемешаем все это но таким образом чтобы томатная паста распределилась сверху не нужно ее до низу пока мешать потому что томатная паста может подгореть а нам нужно десять минут потушить томатную пасту поэтому распределяем ее так по верху до низу не мешаем уже накрываем крышечкой выставляем еще на десять минут за эти десять минут можно помешать пару раз но только аккуратненько по верху так надо помешать у меня осталось четыре минутки поэтому я могу уже помешать полностью накрываем крышечкой пусть тушится пока тушится кабачковый экран покажу вам что я делаю параллельно я ведь привезла много кабачков от мамы я параллельно делаю заготовку на зиму вот смотрите так сейчас значит делаю заготовку делаю заготовку для того чтобы зимой можно было делать запеканку кабачковую запеканку с куриным филе значит 700 грамм кабачков потерла на крупной терке посолила они пустили в воду я их буду я их сейчас буду отжимать от воды складывать в маленький целлофановый кулечек и замораживать для того чтобы зимой можно было разморозить и сделать вкусную запеканку так еще немножечко постоят у меня чтобы больше пустили водичку три минутки сейчас буду делать все параллельно десять минут прошли вливаем уксус 25 миллилитров перемешиваем и ставим на три минутки еще потомиться так накрываем крышечкой и выставляя еще три минутки пока икра доделывается значит кабачки которые у меня подсоленные уже пустили в водичку что мы делаем небольшой кулечек так кабачки отжимаем от воды и мякоть складываем в кулечек далее кулечек помещаем в морозилку и все зимой достаем размораживаем и делаем вкуснющую запеканочку кабачковую таких кулечков несколько заморожу и всю зиму буду радовать семью вкусной сочной запеканкой да мы женщины делаем все параллельно если уже женщина попадает на кухню то у нее делается все сразу первое второе компот третье а еще пирог вот в таком виде это отправляется в морозилку вот и жидкости видите как много это все просто сливается так все плита моя сигнализирует что три минутки у меня уже прошли помешаем все ничего не пристало все отлично все хорошенечко проварилась снимаем и в горячем виде буду пробивать погружным блендером все в таком пробитом виде ставим опять на огонь обязательно накрываем крышкой потому что она сейчас будет кипеть и бульки будут прыгать прямо на крышку и периодически помешиваем нам нужно довести до кипения баночки я уже подготовила простерилизовала крышки тоже простерилизовала прокипятила сейчас закипит икра буду ее закатывать в банке смотрите видите на крышке уже стала она булькать так я ее выставлю на пять минут пусть она на медленном огне пять минут покипит потом выключу и буду уже в баночки стерильные разливать банку крепко закрываем и переворачиваем накроем их дальше в полотенце ставим следующую банку хорошо закроем крышку и переворачиваем перевернутые баночки накрываем полотенцем будут остывать баночку переворачиваем и под полотенце с этого рецепта получилось всего 4 пол-литровые полные баночки и одна полночка неполная я ее оставлю мы ее так съедим она остынет на хлебушек будет очень вкусно а эти будут ждать это первая партия будет ждать зимы все накрываем когда они остынут завтра их переверну и сложу в кладовочку всем приятного аппетита ну вот прошла ночь посмотрим на мои баночки с игрой какой красивый цвет ну вот такая красотища получилась зимой будет очень приятно их открывать в отчин в отчин в отчин их ��ю что они Var pró п при "' то п в